Мирнинский политех исправляет долгожданное новоселье. 23 января в Алмазной столице открыли новый учебно-лабораторный корпус МПТИ. Его строили почти 9 лет. Периодические работы останавливали. То подводил подрядчик, то попросту не хватало денег. Совместными усилиями республики и компании «Алроса» проект всё-таки был довезён до конца. Мои коллеги из Мирного продолжат тему. Директор Мирнинского политехнического института Альбина Гольдман с гордостью показывает гостям новые аудитории. Через несколько дней за эти парты сядут студенты. Этого руководство института, республики и компании «Алроса» ждали почти 9 лет. Строить студенческий городок начали ещё в 2009-м с лёгкой руки второго президента Якутии Вячеслава Штырова. Из-за отсутствия финансирования стройка периодически останавливалась. В 2015-м по инициативе районных властей работы возобновили. Финансами стройку поддержала «Алроса». Сегодня полностью достроены два здания – учебно-лабораторный и научно-административный корпуса. Но изначально проект задумывался более масштабным. Из этого замысла есть вот это и вот это. Всё, остальное мы делаем, всё на вас. Ещё два надо здания. Учебные аудитории, лаборатории и конференц-залы укомплектованы оборудованием и мебелью. Особое внимание уделили возможности дистанционного обучения студентов. При строительстве данного учебно-лабораторного корпуса постарались использовать все самые современные методы обучения. Например, некоторые аудитории укомплектовали специальным оборудованием. Оно позволяет проводить видео-лекции с преподавателями из центральных вузов России. Это позволит им, не приезжая сюда, обучать местных студентов. Руководство института надеется, с открытием новых площадей студентов станет больше. Председатель правительства Якутии, присутствовавший при открытии здания, подчеркнул, открытие лабораторного корпуса – это в первую очередь пример для других крупных нефтегазовых компаний. Мы, конечно же, ожидаем, что вклад крупнейших предприятий, крупнейших недропользователей в создание основы будущего, а именно в развитии нашей молодежи, будет существенным. 6 февраля здесь начнутся первые занятия, а руководство института уже строит новые планы. Для студентов, откроющихся специальностей, понадобится новое общежитие. Руслан Фаткулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».